всем здравствуйте всем привет мы сегодня приехали в костка последний раз в этом году и последний раз вообще мы решили больше не продлевать наше членство мы это наташ я уточняю посмотрим что мы сегодня здесь купим какие распродажи и будем затовариваться на ближайшие несколько месяцев это же телевизор нам не надо как она пенсии хищи а но они же уже поджаренные я посмотрим да это казались солью а нам нужно вообще без всего натуральная в лапти соников ски у меня модель xm3 предыдущая не я даже не юж пока необходимость менять хотя может может быть но 400 долларов не вот сейчас точно понял что менять смысла нет а вот не знаю как эти а вот xm3 просто шикарные лапти просто суперские я прям слушаю в них и музыку даже перестал проводными пользоваться зенхайзерами с компьютера вот на скидке батончики не червел и вообще я привык вот к этим овес с медом но на скидке сегодня другие причем на очень глубокой скидке то есть они с 15 16 аж 11 да это круто сейчас я подумаю брать или не смотрю состав чистые серии чтобы не брать то что не надо туда здоровые на скидке сегодня может попробуем возьмем гранулы значит 14 до 9 здесь у нас все ореховое ничего лишнего нет пеканы и семечки и так далее будешь такой а не знаю может и буду я пожалуй оставлю здесь к сожалению посластитель который я не берем наши любимые помидорчики сам марзан а 12 долларов 3 вот штучки такие по 794 маринара а пинопаттер нас мы его не ищите нет едим но у нас его полно я на других скидках в другом месте затарился и еще буду есть его так какое-то время скажем так лосось у нас еще есть то нет тоже пока как рис наташ вот тут рис органический басмати 10 паундов 14 долларов почти что ну да наверное нормально а он коричневый не коричневые это специфическая рояльный наташ нет не хочешь она жестами показывает что не хочет сардинки твоя любимая сардины сегодня тоже на скидке 11 долларов стоило это сколько здесь упаковку много но они оливковом масле я предпочитаю в воде а он там ряда к сожалению не доверяю что какое масло не там все в оливковом масле и там и в оливковом масле ну то есть никак не веришь так да наташевый продукт себе вот такой на работу не надо салат с тунцом и уже здесь вот добавлены овощи кинга вроде бы ничего так свиткорн зукини из пол онлайн это типа тунец пойманный на удочку если я правильно понимаю батюшки света а чо он поймены на удочку он вкуснее что лишь 6 штук не дешево но тебя для работы чтобы собой состав или там уже наташа все посмотрел на мне в принципе да если мой внутри шанист все посмотрел то кто я такой чтобы оспаривать ее суждение а а это они же мы возьмем только ты не забывай у нас еще греческих оливок вот такая же банка стоит но и ничего не будет да мы же последний день да да последний раз так запас карман не трет поезда на это итальянские оливковое масло призанской тоже шикарно конечно он и стоит ого-го да еще не везде его продают а в онлайн за пересылку платить вот так 2 литра за 18 экстра virgin это дешево мы за 7 купили пол-литра но мы купили итальянская там с какой-то конкретного региона поэтому а это чего а пишут итальянская но где они его разливали а да о спасибо наташ да и это вот италия это такая такой развод они могут его разлить в италии а для жарки да и это значит 20 ну короче в общем 7 с половиной за литр да это для жарки да это хорошая цена это очень хорошая цена для хорошего масла местно конечно переливать из этих банок но такова моя судьба ночью только organic и чё а греческая то сос это соответственно видеть уже 13 половиной за литр по цене кстати получается буквально там на несколько центов дешевле чем итальянской которыми купили наташ мы купили 7 пол литра а это почти 14 литр так что вот вот это уже да вот это уже дешевле вот это уже интереснее карапель и вообще бренд конечно пошлый принципе но но у них бывают мы когда-то нарывались на так 14 за литр это хорошая цена я бы даже сказал дешевая вот вот смотрите вот ключевое слово я говорю карапели это те еще суки на простите значит ничего там не написано откуда они до название подразумевает ферензия это что-то где-то италии да вот страна происхождение италия испания греция тунис наташ вот вот как верить после этого людям но чуть такой мы взяли нефильтрованную тоже совсем с половиной вот еще нет но в принципе вот экстребриджент хорошего масла у нас проблем не бывает у нас мы испанского как-то на скидке в лидл закупили очень хорошо и как нормальное масло вдруг еще к весне будет еще мы знаем этот калифорнийской есть бритву калифорнии range называется и кстати тоже также она и стоит пол литра где-то около 11 долларов дорогой а ну и который мы купили семь с половиной вообще всех побьет если там мне понравится я вообще скуплю ящик но только вот значит сейчас на камеру я хотел ее на камеру сказать клятву что она их изведет потому что у нас пол пачки в итоге пропали ну на цельную за это надо давай но практически это только в песто так ты тоже их ты есть они не ешь не знаю почему я просто сатирую факт ну так как купи и ешь не сможешь есть просто в лодку не полезешь что ли нормально по случая про горкла места он ты выкинем логика логику а сегодня не подвезли молочном отделе нам сегодня ничего не надо сметаны здесь видите таких ведерных размеров а ведут ведро то а вон вижу 6 долларов за ведро 1349 сейчас 899 а очень большая упаковка опять здесь это было кота чистят не сметан сметан конечно дороже ведро кого чабанит 16 16 за день я чуть перестал есть красе надо доесть наташа купила себе из кокоса йогурт естественно она купила я доедаю санитар леса а ну чё надо а это индейский дюшачьи вкусный бекон значит под копченый слегка классный суд у нас два с половиной паунда практически килограмм да сок у нас и рядом в лидл полно и по таким же ценам и тоже органический и тоже апельсиновые чистые не из концентрата я вот купил и что-то один пью никому это не нравится ну и фиг с ними мне больше достанется сырные пакеты chicken and cheese собора бара а здесь мы чё просто мимо проходим крапкейки это много и дорого а наташа ищет палтуса во залив косаток орка бэй это фирма а рыба палтус это чуть больше килограмма да и там даже написано кило 300 ну да вот 300 хороший да палтуса с белой рыбы как-то больше всего заходит у нас так вопрос по мне тебе нужны эти крылышки коварный вопрос это сейчас я должен выключить камеру и подумать креветки не не то не те креветки которые мы бы хотели мы как-то уже едим диких вот крылышки куриные на 16 долларов за 4 фунта и это вот в air fryer у нас есть как распичка с такой функцией эта штука классная по-моему ничего немножко совсем осталось на раз да но верно возьмем еще две недели а нет неделя каникул съедим а что выбирать по моему только один где-то видишь выбор то где барбекю а это наташ этого соус который туда положен я так понимаю а так они да нет ну давай да тем более последний раз это до лета мы я думаю их съедим нормально удобно в этот печку кидаешь и понеслась и через там 30 что ли минут или типа того готовы крылышки вкусно побаловаться брут и ты брут 20 долларов просека 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 8 просекали просеку а вот еще и розовые есть виталия типа того джерард бетра казал 9 но мы как-то к шампанскому этаж вообще пьет только из коньяка я красное вино предпочитаю сейчас овощи заморожеными тут смесь очень понравится зелененький он был сейчас куда идем солями вот как-то вот как как-то как нибудь сейчас 11 все понятно тоже я показал пошли сколько бы ни было 15 теперь 11 все молочные продукты нам вот молоко и яйца но у нас с фермерского рынка еще яйца остались а колбаску то какой-то хотелось вот ты про эту говорила нет 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 я вам просто покажу вот такие колбаски стоили 17 из говядины да сейчас 13 долларов здесь 2 паунда 225 килограмм больше килограмма ты грамм дороги в свою поставил телегу припарковала а во это вещь это просто уходит мухой 16 долларов это тоже сколько есть у нас 2 паун 25 чуть меньше килограмм ну может две взять мы так вдвоем то с ним разыграем нет это что тут у нас прошу то что ли а до прошу то из пармы 11 долларов за не вижу сколько там 6 ун ци это вот за эту двойную нет спасибо сыр мы практически все время его берем трехлетний чеддер то он стоит шесть с половиной долларов и здесь у нас по моему фунт они здесь два да нормально до шесть с половиной за фунт это очень дешевая цена до хорошего сыра то есть это где-то чуть меньше килограмма за 13 долларов хороший уважаю уважаю вот как пример дикий салмон 9,29 сейчас и мне удается периодически купить в обычном магазине за 8,99 то есть в принципе смысла нет и причем это еще видите размороженный не всегда нет это не размороженный это размороженный а прелестный должен да вот вот у него априори первой реакции всегда со мной поспорить вот что бы я не сказал это кто там кальмары что ли нет а бас то есть если если его брать в принципе это нормальная цена нормальная цена да но его представляете что он размороженный то есть его сразу же нужно готовить а еще заморозить ну что тогда что это будет и вон там треска треска почему он тоже так же можно сказать 10 за фунт чилийский бас это морской окунь ну вот вот та семга которую мы берем когда мы сидим на видео видели мы летом там затарились а и когда мы вместе с индейкой ее тоже закупили вот мы там на скидках затариваемся и в общем до следующих скидок хватает да ну так морозилку накидаем у нас морозильник отдельно стоит еще так так где мои любимые нанаки сейчас мы сначала овощи идем а ты хотел а грейпфруты да что-то грейпфруты в нашем магазине пропали безобразие а киви тебе не надо а нам киви не надо так сменю вопрос помыгран шесть штук ну почти двадцать шесть на двадцать сколько шесть на двадцать сколько один а я не понял шесть на двадцать поделить или умножить все поделить на шесть по штучным обычным магазином продают по штучным здесь упаковка то есть то есть 20 долларов стоит шесть штук и ты хочешь шесть поделить на двадцать 20 на шесть а ты мне сказал шесть на двадцать ну ладно ну приблизительно 3 3 доллара за штуку ну вот приблизительно такая же цена в обычном магазине сколько нет зависит от размера 299 290 большой этот крупный но и меньше за 2 доллара можно купить меньше ну тогда какой смысл на тоже брать 6 штук о чем я и говорю вот а почему мы и последний раз здесь они очень крупные такие дорого стоят ну столько же где-то поднялся день внутри с половиной да и смогли 3 да то же самое трижды 618 вот три с половиной если допустим взять парочку и не париться и это без скидок ты цены называешь да но не дороже вот такой большой бы стоил быть три с половиной а поменьше на помещенном деле удобно сразу съели на двоих сразу съедаем 1 до поменьше они подешевле бреда так что увы вы как пример почему почему потому что так как мы живем у нас рядом магазин и там скидки и в общем смысла нет таких массовых закупках но это классика а тут то есть а крокодилы в греции есть есть греции все есть а а вон вижу да 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 а что пропали то чё сезон что закончился безобразие дайте жалобную книгу в лидл приехали а чё их выбирать то где это апельсины вот они какие-то вижу ничего а просто выбери так сказать с минимальным повреждением кожурки а это уже по моему апельсинчики да ну да оранжес а я вот имею питаюсь имею питаю слабость грейпфрутом наташа по моему картошку для пюре я так понимаю а голлден а мы любим да мы запекаем петюрочки своей наташа с видом специалиста по картошке ну чё все что ли так они везде 5 фунтов чё как разница а это 10 а визита горящих 55 за 5 везде за 5 а здесь 10 за 5 ну как-нибудь напряжемся съедим холодильник положим запечем пожарим ты жареную давно не ели так на на ки иду на 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 ки как это фильм какой-то был уже забыл название напомните кто видел и я иди на астру это в советское время фантастика какая-то вадим идет за на на ками ну может а есть еще мы слабо едим наташ я так взрываю илья не очень я еще ту не доел купим в лидл это испортится потом это у нас тут ну яблоки почти 2 доллара за паунд это не дешево это прямо скажем не дешево он там полтора дула в общем также как в обычном магазине где можешь взять сколько те надо ну или там разрешено но меч меч пакет чем здесь так где-то тут спрятали мою австралийскую вкусняку так веди меня сусанин ну как раз все сходится и там тоже собачий корм есть 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 в жизни справедливость есть почему 10-9 нормально это не на какой-то скидки были остатки они распродавали какой-то момент это анти какая прелесть значит там овес курага семена льна под самые семечки солнечный мед кокос кинва че и еще чего-то там по моему они или сделаны в австралии а где в клипом не ну да но они называются такие какой-то вот оси это такое неформальное слово для австралийский так какой срок годности это определит количество покупаемых пачек в 24 февраля следующего года то есть приблизительно сегодня 7 иначе два месяца ну да много брать нельзя пару штук только возьму печечки слегка обжариваю то есть цирпичка тостер это конечно да это просто вот вкусняка которой нет равных мои любимые финиковые батончики все-таки стоят на втором месте так меня зовут на выхода с вещами на выход а как интересно что мои вкусняки собачьем корму все закономерно не нашу конечно тут полно всяких ну печеньки нам сейчас не сильно нужны мы так на амазоне затарились там капитально классными печеньками кстати ты посматривай скидки то потому что у нас уже так по моему мы уже от 15 или от 14 пачек уже 9 что лили 8 и осталось так хорошо уходит если кто вот ищет без глютена чипсы и такие более самые лучшие сейчас вот кукурузные да а касава чаще чесисов да даже можно купить везинар да сейчас посмотри а гараж тоже стоит 1000 долларов но еще быстро пробегу одежду посмотрю правда даже вот не знаю чем не надо а это с такой серии что вот ничего не надо так увидел о как классно надо джинсы в запас тренажер велосипеда выполнения уже новогодних резолюций а точно до 400 сейчас 300 я бы взяла месяц для коленок рекомендую да это кирклэндовский это их родной бренд 18 долларов лаки брэд он потоньше кстати да так по местной погоде нужная вещь с 30 скидка до 24 это черные считай как там а будут как почти что брюки на вид что у нас тут баффало преврат слышу и вижу и щупаю джинсы и джинсы но как-то вот какие-то они здесь все без день и сейчас посмотрю может быть ливать найдут вот это интересный прикол значит стоит они 22 доллара это практически три кошки по материалу а по фасону это джинсы ну да прикольно прикольно такой вот неформал забавно ну или вайс тут тоже такой же безидейный к сожалению но видите 40 долларов в два раза почти что дороже 511 может носиться может быть будут лучше чем лаки бренд за 23 до фактурка ничего приятно ну вот вот у меня 501 ну конечно ничего не говорит они могут быть похоже еще тогда хотелось бы как-то чего-нибудь поинтереснее а это вот wake forest это у нас здесь универ частный и вот к нему тоже здесь даже в куске продают маечки кстати есть у него здесь центральный кампус у него кампус и в роли и в шарлотте это вот наташа смотрит флисовые джоггеры это по сути пижамы возьму джоггер что-то они назвали а да пардон да то есть это ты смотрел реально вот пижамный набор двадцатка до те не надо ну чё я бы вот я бы между прочим бы взял но только я бы взял не как это снизу не на резинке а которого прямые как брючного фасона за петель и кто пище хорошее бренд 32 градуса жары хорошее рисовые ловеры а очень приятно такого цвета но для блондинок больше где для блондинок светлые ты чё наташа конечно да это их пастельные тона это больше для блондинок пастельные но у нас есть место дознаем спросим у нее 17 долларов а сейчас 14 нужно одеться дон скин да так нормальный дон скин чемпионс они одного поляга давайте не кажется они квадратные как обычно женского три раза больше чем мужского чего грустные цвета это эти типы леггинсы как это называть в обтяжке я вот не хочу выглядеть старые брусго но когда все подряд ходят в леггинсах это конечно да где-то я читал да все даже это прикол горит чтобы это американки одеваются как будто они только что вышли из спортзала на самом деле просто так одеваются вот домашний костюм приятный смех был 20 сейчас 16 это может быть и пижамы можно просто домашний костюм сегодня народу здесь о это кто такой adidas t-rex traction это что-то система какая-то в подошве легкие зараза типа для забегов по природам и прочим чем нет такую не надо по каким землям я собрался бегать и стоит это 35 долларов нормально спортивный ботинок но это на самом деле вон там нарисована ведь и для охотников так пошел наташа скачет я отбился совсем от рук отбился вот ну и орешки кешью для нас 14 долларов килограмм 13 грамм я люблю их слегка в печке тостере обжарить чуть-чуть я равнодушна а наташ почти также в лидл там копеечная разница я предлагаю посмотреть матрацы на всякий ну давай наташа разочаровалась матрасом которым купили в прошлом году кинг кинг он квин есть а чё он он те раз раскладывается что типичный фон матраса который вот так вот 500 сейчас на скидке был 600 разница между кингом нам квин да то есть он вот такой вот как это memory фон прикол давай купим а нам это да 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 ну и почитаю о нем разные мнения ну если на какое-то время хватает чувство чего не сколько не плати все равно через пару лет она как-то это самое ну пороче пусть исследует вопрос я не хочу даже в это вникать все что ли все один на выход ну вот все идем на выход ну вот чек у нас на 228 долларов вот такие покупки в принципе вы их уже все видели ничего тут мы от вас что называется не утаили этих я две штуки взял овощи рыба своих бойцы картошка куриные крылышки сыр колбаска масло всем спасибо кто был с нами да это значит костка мы не говорим прощай но мы точно говорим до свидания на очень долго что-то я сегодня прямо честно говоря притомилась ну ну серии раз уж приехали то в общем это да всем пока всем пока